Всем привет! Зенит обыграл крылья Советов 3.1. 3.1 Зенит обыграл крылья Советов. А сколько было пиздеша. Да крылья сейчас в такой форме. Слушай, братан, в такой форме они сейчас. Они просто вот этот зенит мертвый, мертвый зенит разберут на запчасти. На запчасти. Сейчас крылья приедут, все, пиздец зениту нахуй. Вот. Получилось примерно как с Уралом. Урал 4.0. Тоже они шли вверху на первом месте. Приехали крылья. 3.1 счет. На самом деле он должен быть там счет где-то 3.0. 5.0. Потому что крылья в принципе забили гол с рикошета. Там был момент был. Зенит заслуживал гораздо большего счета. Вот. Это так в целом. Первый тайм. Первый тайм проходил в тактической борьбе. Которая заключается в следующем. В первом тайме зенит выматывает соперника. А во втором тайме дожимает, забивает голы. Это тактика зенитов в любом матче. Потому что зенит не ставит целью забить в первом тайме. Основной целью ставить зенит это все решать во втором тайме. А в первом тайме это просто выматывание соперника. Ну забьют хорошо, не забьют. Ну ничего страшного. Вот. Но при всем этом зенит мог еще и в первом тайме забивать. Потому что моменты были хорошие у зенита. Вот. Теперь про судейство. Мне абсолютно непонятно, почему не удалили игрока крылья. За удар локтем Вэндалл. Абсолютно непонятно. Кто там сидит на вар, хрен его знает. Почему они не сообщили судье, что надо удалять игрока. Абсолютно непонятно. И при всем этом, этот же вар отменяет гол Касьеры. Когда счет был 1-0, Касьера забивает гол и его отменяет. Почему? Не знаю. То есть, по сути, мы имеем ситуацию, в которой судьи, в том числе на вар, повлияли на общий результат матча. Но ведь это правда. То есть, в одном случае они не удаляют игрока крыльев, а в другом случае они защитывают гол зенита. Вот. Ну мне это абсолютно непонятно. С тем же Спартаком. Спартак играл сегодня с нижним, да. Ну так все моменты судятся в пользу Спартака. Соболев бьет по башке, ногой игрока нижнего. Все нормально. Все нормально. Тут ничего страшного. Да, у тебя там вскользь. Так, вскользь. Да, ничего страшного. Ну футбол же это мужской вид спорта. Мужской вид спорта. Ну ничего страшного. Блядь, потом счет 1-0 в пользу Спартака, что мяч попадает в локоть. До арты штрафной площади Спартака, все нормально. Вар даже не вмешивались. Комментаторы говорят. Ну что, да просто небольшое касание мячика была в руки. Ну за это в пенальти не ставят. Блядь, какое, блядь, небольшое касание. Там мяч отлетел от локтя. Ёб вашу мать. Мяч отлетел от локтя. Это пенальти. 100% пенальти. На варе сидят. Ну нет, мы не можем ставить, мы не можем ставить пенальти в ворота Спартака. Это нельзя. Да, они через свои СМИ будут нас опять ругать. Мы не хотим. А мы хотим на своих должностях сидеть, чтобы нас спартаковские СМИ гладили по головке. Мы лучше будем убивать Зенит. Да, Зенит будем убивать. Блядь, ну заебало это все, блядь. Про Спартаковское судейство, блядь, просто заебало. Просто вымораживает. Ну хорошо, вернемся к матчу Зенита, да. Перерыв матча, блядь. Выходят игроки. И этот, блядь, судья подходит к игроку Крыльев, который уебал, блядь, локтем Кавендала, и говорит им. Ты смотри, ты смотри, будь осторожнее. Смотри, больше такое не делай, блядь. Ты же в раздевалке просмотрел этот момент вместе со своим ебучим варом, да. Ну пойди, вы удали после перерыва этого игрока. Его не заменили, пойди удали. Это же твоя ошибка была. Нет, ничего страшного. Ну и что, мы ошибаемся. Бывает, что мы ошибаемся. Главное, главное не убивать Спартак, главное убивать Зенит. Потому что все ошибки должны быть в пользу Зенита. Блядь, как это заебало такое судейство про Спартаковское уже вымораживает, да. Несмотря на это, про Спартаковское судейство, Зенит обыграл Крылья Советов, по сути, по игре. Ничего, Крылья не показали. Совершенно ничего. Как я и говорил в предматчевом прогнозе, что, на мой взгляд, конечно же, Зенит будет серьезно. Серьезно отнесется к этому матчу. Особенно Бразильцы. Бразильцы и серьезные отнеслись. Вендал опять забил два гола, да. Он в самых важных матчах забивает. Он в Спартаку забил два. И Крыль забил два. То есть, когда Бразильцы настроены, то они забивают. Когда они не отстроены, они не забивают. Вот и все. Все на самом деле очень просто. Вот Крылья, для меня Крылья это обычная средняя команда. Ну, да, там хорошая игра. Хорошая игру поставила Синкин, да. Но все равно состав там очень слабый. Там невероятно слабый состав. И он просто нестабильный. Он не может так стабильно играть. Вот. Поэтому второе место Крыльев, это, конечно, было время. Я думаю, что Крылья даже в пятерке не будет лучше. Потихоньку, потихоньку потеряют, растеряют очки. И все, и на этом закончится. Их, их, их второе место. Оно уже закончилось с Зенитом вторым. Ну, а по итогам матча, что еще можно сказать. Уставой забил два, забил Вендел. В целом, Зенит показал очень хорошую игру. На мой взгляд. Очень правильную, сбалансированную игру. После матча Зенит играет с Ахматом. А Краснодар летит в Москву с ЦСКА. А потом Краснодар играет с Крыльями. А потом выездит Зенит. Может так получится, что после матча в Питере, Краснодар уже окажется на втором месте. Так что, сейчас уже пять очков между Зенитом и Краснодаром. В пользу Краснодара. А было 7. Вот, я думаю, вопрос времени, когда Краснодар растеряет эти очки. Вот. Такие вот дела. На мой взгляд, матч весьма неплохой провел Зенит. Вот, счет 3-1. Голов забили много. Все наши ставки сыграли. Если кто не ставил, зря. Вот. Так что, ждем очередного матча с Зенита. И надеемся на такой же крупный счет. Всем пока.